Про переговоры, Марк. Значит, у нас появилось несколько за эти дни новостей и событий. Первое – это то, что Лихуэй, и я не ругаюсь, а говорю прямо правильно и даже правильно для русскоговорящей аудитории, потому что на самом деле должно звучать по-другому, спецпредставитель Китая снова едет в Украину, собирается в Россию и побывать в Европе. Давно его не было. Параллельно с этим, как только, мне кажется, выходит новость про Лихуэя, появляется еще и информация о том, что Эрдоган говорит, друзья, вы же помните про Турцию? Так вот, Турция готова вас принимать, Украину, Россию, предоставлять возможности для переговоров. Так вот, что происходит? Президент Зеленский побывал в Саудовской Аравии. Это тоже страна для нас очень знаковая. Помимо того, что она занимается возвращением наших военнопленных, возвращением наших детей, которых российско-аккупационные войска вывезли незаконно из территории Украины, конечно же, это еще и тоже площадочка для переговоров. И на всем этом, конечно, мы понимаем, что что-то происходит. Все они говорят вслух, но как-то закопошились. Да, ну и, конечно, заявление от Мединского сегодня. Говорит, мы еще ничего не знаем, нас еще никуда не звали, но мы готовы. Из трусишек выпрыгиваем, он говорит, что, в принципе, если будет поездка в Турцию, мы очень даже за. Что может происходить кулуарно? Что может быть это все означать? Почему все оживились? Чего бы вдруг? Ну вот, что касается Лихуэя, тут помимо, собственно, тех 12 принципов, которые в годовщину были опубликованы, а часто бывает такое, что очередная годовщина порождает больше внимания. Знаете, ну это всегда так. Значит, каждая такая фиксация даты, она дает повод игрокам, значит, занять какие-то позиции или возобновить прежние позиции. Я думаю, что активность Лихуэя может быть связана, конечно, с какими-то продвижениями все тех же 12 принципов, которые в годовщину в 23 году были опубликованы Китаем. Но я думаю, что это и встречное движение, потому что Зеленский, по-видимому, пытается поехать в Пекин, встретиться там с Си Цзиньпином, я думаю, так. Об этом, по-видимому, идут переговоры, как я себе это представляю. Я бы сказал, что вот это сотрудничество с Саудовской Аравией Зеленского, президента Зеленского, ну, официальной Украины, оно тоже свои положительные результаты имеет, потому что, ну, вот вы сказали, Ален, что и обмены были, и много чего. Но конкретно, что касается Китая, я думаю, что Украина проявляет, официальные лица, заинтересованность в том, чтобы вовлечь Китай, вовлечь официально Пекин, который, кстати, не признает оккупацию территорий, никакого официального признания российскими этих территорий нет со стороны официального Пекина. Зеленский поступает правильно, что пытается заручиться этой поддержкой, с учетом того, что происходит, между прочим, с западными союзниками, с Саудовым Тоном, который, как оказалось, знаете, не лучше Китая, так сказать. Ну, я условно говорю, я не говорю, я утрирую, естественно, все начнут сейчас цепляться за слова, но, слушайте, у вас там вообще бардак какой-то, вы никак не можете эти заголосовать в Конгрессе несчастные 60 миллиардов, ну, а что остается Украине? Она, значит, дуально пытается, значит, воздействовать с разных сторон на процесс, на войну и на переговорный процесс отчасти. Так что я думаю, что Рихуэй будет встречаться с официальными людьми в Киев, возможно, с самим Зеленским, и это, наверное, предварительное условие какое-то самого официального Пекина. Пойдет на Пекин на то, чтобы принять Зеленского у себя? Ну, во всяком случае, это повысит роль Пекина в этом конфликте в Восточной Европе, в войне. Значительно. С учетом того, что происходит в Соединенных Штатах и идет просто тотальное устранение Вашингтона из темы из-за вот этих идущих там выборов, ожидаемых в ноябре 2024 года. Что касается активности Турции, ну, смотрите, Турция неснимаемый такой посредник, потому что именно Турция уже, во-первых, принимала такие переговоры. В Стамбуле, вы помните, в 22-м году это все началось и закончилось. Ну, и потом Турция сохраняет, одна из немногих таких стран, особые отношения с Москвой. Насколько они взаимовыгодные и теплые, это там кому как судить. Но это, безусловно, ресурс, который не растрачивался, потому что даже и сегодня у официальной Анкары с Москвой достаточно тесные взаимоотношения. Ну, и несмотря на всякие тучи, которые проносились в отношении с Западом, да и отчасти с Киевом, со стороны Стамбула, извините, Анкары официальной, да, ну, все равно Турция является надежным партнером Украины и в этом смысле выступить как площадка для переговоров, возобновления, какими они были и по зерновой сделке, и по, значит, переговорам в Стамбуле, наверное, может. Другое дело, что предмета нет, то есть проблема даже не в Украине. Проблема даже такова, что проблема, прежде всего, конечно, в Москве, но в ее политике, но нету принципов выработанных. Я уже сказал, что если Москва отрицает в качестве принципа переговорного, ну, понятно, дипломатический он компромисс, какой-то там политический компромисс, а принцип – это международное право. Ну, как только ты основываешься, отталкиваешься от международного права, вообще ничего там в Москве не остается. США. Надо освободить границы 1991 года. Ну и что? И все. Поэтому на чем основываться это должно? На понимании каком-то, а понимании чего? Интересов, геополитических задач, которые стоят перед московским руководством. А Киев чем должен руководствоваться? Я не понимаю. Поэтому с этой точки зрения, пока я перспектив, несмотря на всю суету, не вижу. Вот во встречу Си Цзиньпина и Зеленского я верю в Пекине, вот в это я верю. А вот с начала переговорного процесса с Москвой я предпосылок не осмотрю. Вот и все. А видите ли вы какие-то предохранители, которые бы никогда не... Ну, хорошо, я, наверное, никогда не говори никогда, но которые бы не допустили самого ужасного. Ну, чего бояться? Я же украинка и говорю, наверное, как и большинство украинцев. Мы больше всего боимся переговоров. Мы больше всего боимся предательства, куларных договоренностей, о том, что в какой-то момент не только американцы там в силу своих обстоятельств, но и европейцы скажут нет. То есть вот каких-то таких вещей, которые будут ставить нас в адские условия. И, значит, во-первых, у нас есть американские выборы, которые будут там в конце года. Затем вы вспоминаете, что действительно летом будет саммит НАТО. И мне тоже кажется, что все эти события, вот они как раз ограничивают ось зла в том, чтобы нам что-то предложить, и чтобы Запад нас к этому подталкивал. Крайне мере, я себе эту вижу картину так. Есть ли, в общем-то, вещь, которая защищает, простите, пожалуйста, как иконка Украину от того, чтобы нас предали? Есть такая вещь. Это вовлечение в идущий конфликт, войну Европы и Америки. Прямое столкновение европейских армий и американских, ну, НАТО с Москвой. В том или ином виде. Это не обязательно ядерные удары, это не обязательно обмен этими ударами. Да, конечно. Не схлопывание конфликта. А как его схлопывать? Он же, Путин сказал, вы, говорит, прекратите оружие поставлять Украине, через неделю все закончится. Это он так и рука судьбу сказал. Дословно. Но мы же понимаем, что произойдет, если перекратятся вообще поставки вооружений на территорию Украины, боеприпасов, всего остального. Понимаем мы это? Значит, это не путь. Кто-нибудь вообще нормальный человек рассчитывает на добрую волю Москвы. Ну, что вы, что вы, конечно, оставим часть Херсонской и Запорожской области, оставим Донбасс, Крым. Кто-нибудь нормальный, вменяемый человек верит в такое? И предохранительным механизмом может быть только общая эскалация. Вот сейчас именно она. Когда те скажут, нет, мы понимаем, что это невозможно, это недопустимо, разговаривать на ультимативных условиях капитуляции, которые предъявляет Москва, мы не можем. А значит, мы занимаем твердую позицию в поддержке Украины и, в принципе, готовимся к войне, а не к предоворам. Потому что мы же считаем, что продолжение войны в Украине – это пролог войны в Европе. Мы так видим. Это нападение на Литву, это пробивание Сувалковского коридора, это, значит, проблема Финляндии, которая неизбежна, поскольку она члена на дно и так далее, и так далее. Тюноморский бассейн, в конце концов, и так далее. А значит, эскалация лучше, нежели примирение. Вот и все. И украинская политика, ну и вообще в широком смысле политика, ястребиная, должна вызывать, на мой взгляд, продолжение эскалации. Потому что войну вызывает слабость. Как раз слабость соблазняет, понимаете. Чем более слабыми будут выглядеть западные лидеры, ну вот посмотрите, вот с Америкой как, он уже начал... Путин уже видит, что разброс и шатание, отсутствие единства, единых целей, задачи и одновременно план действий, он приводит к тому, что все эти страны подпадают под вот это, значит, соблазнительное состояние. Он может уступить, договориться, задобрить Путина, задобрить Кремль, но тогда он же никогда никуда не пойдет. Он же тогда остановится. Ну мы же дадим ему сожрать пол Украины, и все будет хорошо. Не будет хорошо. Не случится так. Вот важно понять, что в слабой позиции шансов нет никаких. Ни одного. Слабых едят. Особенно Кремль, который имеет именно эту предысторию, именно эту, собственно, алгоритм действий, который до него в советский период провели от Сталина и Ленина, и заканчивая последними советскими руководителями. У них нет другого опыта. Слабость соблазняет. Пока это все будет вот так, значит, это приведет и к переговорам, и отторжению территории, и, собственно, обязательствам, которые Москва ни одного из каких она подпишет, не будет исполнять. Пусть никто иллюзий не питает. Продолжение следует...